Всем привет! Буквально недавно ко мне пришли мои новые покупочки косметики и я сначала думала сесть снять видео о покупке косметики, но у меня в последнее время так много этих видео уже появилось на канале, что я решила как-то разнообразить этот процесс и решила сегодня заснять такое первое впечатление, тест-драйв, вот что-то вот такого вот плана на тональную основу и пудру к ней. Что собственно у меня сейчас в руках? Это тональная основа от Tarte, которая называется Amazonian Clay Full Coverage Foundation. У нее особо здесь никаких на коробочке обещаний нет, но насколько я знаю она имеет очень плотное покрытие, она имеет матовый финиш, что тоже очень классно, особенно на камере будет видно. Что еще? У нее SPF 15 и чем я обожаю косметику Tarte? Вообще я больше всего в этой марке уважаю именно средства для лица, потому что Tarte это вообще такая, ну ее нельзя назвать органической маркой, но она очень такая как бы natural, то есть там не используются какие-то очень вредные ингредиенты, которые на коже вызывают аллергии, раздражения и так далее и тому подобное. Вот, поэтому я очень люблю именно средства для лица и я долго сомневалась нужна мне эта тональная основа или нет, решила все-таки ее заказать. Вот так вот она выглядит, я ее еще ни разу не пользовалась, тут как бы еще даже защитная эта штука на ней стоит. И за что я тоже обожаю марку Tarte, когда у них на официальном сайте заказываешь, они всегда кладут какой-то делюкс сэмпл. И в этот раз они мне положили делюкс сэмпл вот такой вот пудры, это тоже Amazonian Clay Pressed Finishing Powder. Короче говоря, это прозрачная пудра финишная, вот так вот она выглядит, белая просто абсолютно невидимая. Здесь 2 грамма, на самом деле для финишной пудры 2 грамма это довольно много, поэтому я ее тоже сегодня воспользуюсь, может быть в какой-то там Т-зоне или посмотрим, в общем-то как ляжет тональная основа и нужна ли будет вообще эта пудра. Ну, в общем-то, если вам интересно посмотреть на тест-драйв этих двух продуктов, то давайте приступать. Наносить это все я буду кистью от Sigma F80. И, кстати, я забыла сказать оттенок, у меня Fairly Light Neutral. У них, кстати, на сайте тоже мне часто спрашивают, как вообще выбрать по интернету оттенок тональной основы. Я всегда ориентируюсь на название, потому что название, ну, более или менее всегда описывают то, как будет выглядеть тональная основа. На сайте Tarte есть подразделения, у них есть там с розовым подтоном, с желтым подтоном и с нейтральным подтоном. И я заметила, что для меня лично нейтральный подтон всегда очень красиво выглядит. И здесь я опять-таки выбрала тоже нейтральный подтон. И что касается самого оттенка, то у меня от самого светлого к обычному светлому. Сейчас я абсолютно бледная, как бумага, поэтому я надеюсь, что она мне подойдет. Вскрываем упаковочку. И есть. Она на вид довольно плотная. Действительно, мне кажется, что покрытие у меня будет довольно-таки плотное. И по цвету я бы не сказала, что это прям, ну, совсем уже бледный. Но сейчас будем смотреть, как она будет наноситься. Так, первый слой есть. Теперь мне однозначно нужно нанести эту тональную основу еще на шею, потому что она, я бы не сказала, что она сильно бледная. Она вот действительно такая натуральная, светлая тональная основа. И даже, наверное, все-таки для более желтого подтона. Ну, вот, в принципе, и все. Не знаю, как будет выглядеть на камере, но вживую я могу сказать, что это действительно очень матовая тональная основа. Лицо абсолютно нигде не блестит. Если наслаивать, ее может сразу очень хорошо быть видно на лице. Это ее, мне кажется, минус, потому что из всех тональных основ, которые я за последнее время использовала, она довольно все-таки вот как-то грубо лежит на лице, ее видно. И пока признаюсь честно, что мне это не очень сильно нравится. Вот сейчас я смотрю на камере, выглядит очень классно. Наверное, для видео она хорошо подойдет, но для вот реальной жизни как-то все-таки, мне кажется, толстовато. Как-то грубый такой вот слой, как штукатурка немного выглядит на лице. Ну, ладно, пока давайте не делать сильно быстрых выводов. Я сейчас уже в другой одежде. Не знаю, заметили вы или нет, но сейчас совсем другой день. И я так неожиданно прервала этот обзор, потому что, вы знаете, первое впечатление, это не всегда правильный выбор для обзора, особенно если это касается тональной основы. Эта тональная основа в том видео, которое вы смотрели до этого, подверглась, в принципе, такой небольшой критике с моей стороны, потому что она легла очень плотной маской на лицо. И мне это очень сильно не понравилось, и по мере того, как шел день, выглядело это все не очень хорошо. Я вообще не люблю, когда тональную основу вот прям видно на лице. Мне неприятно, я ее как будто сама чувствую, и мне кажется, что все люди на меня смотрят и думают, что ууу, ты сильно наштукатуренная. Вот, поэтому под конец дня тональная основа начала выглядеть немножко лучше, потому что она уже смешалась с моим кожным салом и начала выглядеть немножко лучше. Но, тем не менее, все равно вот как бы в этом видео я ее немножко раскритиковала. И сегодня я почему переснимаю это видео, потому что я нашла другой способ ее нанесения, который просто кардинально меняет то, как она выглядит на лице. И я поняла, что если я выложу то видео, то потом как бы вернуть репутацию этой тональной основы будет довольно сложно. Вот. И видео зачастую я снимаю на две недели вперед, ну, в среднем, так у меня получается. То есть то, что вы видите сейчас, скорее всего, было снято на самом деле две недели назад. Поэтому, в общем-то, за эти две недели, которые прошли с момента съемки, я очень даже полюбила эту тональную основу. Пользуюсь ей практически каждый день, когда мне нужно именно вот такое вот более плотное покрытие. И, да, в общем-то, я нашла другой способ ее нанесения. Однозначно, эту тональную основу нельзя наносить кистью кабуки по типу F80, потому что она реально ложится очень сильным слоем штукатурки. Чем она идеально ложится? Это спонжем. Я ее наношу сейчас вот таким вот спонжем. Самым обычным, это не какой-то модный там бьюти-блендер и так далее, там подобное. Это просто такой вот спонж, который продается в больших упаковках. Там их по 10, по 20, по 50 штук есть. И достаточно вот даже вот такого спонжа, самого простого, для того, чтобы она легла очень-очень красиво. Я уже для этой тональной основы заказала себе спонж от Real Techniques. И думаю, что они вместе будут вообще отлично работать. Но сейчас я вам хочу показать нанесение с помощью самого простого спонжа, как тональная основа себя ведет по сравнению с тем, что было. Я не знаю, заметили ли вы на камере какую-то разницу, но тем не менее я ее однозначно вижу. И мне бы хотелось все-таки сделать такую небольшую ремарку, потому что тональная основа очень хорошая. Она мне действительно понравилась. Вот когда я нашла к ней правильный подход, она просто вот замечательная стала. И давайте, в общем-то, без лишних слов сейчас приступим. Я наношу эту тональную основу сначала на палитру. У меня это палитра от Coastal Scents. И достаточно, я не знаю, буквально там, в принципе, такой вот штуки, для того, чтобы покрыть все лицо. Это, наверное, даже я слишком много выдавила. Кстати, сейчас на лице у меня только немножко консилера от Maybelline под глазами, потому что с ней я люблю консилер наносить до, а не после. Итак, погнали. Сначала я вот так вот наношу ее похлопывающими движениями. Кстати, спонж я намочила под прохладной водой и потом хорошенько так его отжала. Вот я не знаю, заметно вам или нет, буквально пару раз вот так вот я спонжем вбила тональную основу себе в лицо, и она сразу легла очень тонким, но достаточно сильно покрывающим таким слоем. Я бы не сказала, что это бледный оттенок, то есть если она называется Fairlight Neutral, я бы не сказала, что это именно бледный цвет. Это скорее такой хороший светлый цвет, даже светлый, и немного такой даже темноватый, я бы сказала, для светлого. То есть вот это мой цвет, скорее всего, вот идеальный на серединку лета, когда я немножко подзагорю. И что мне нравится еще в плане нанесения спонжа, это то, что очень красиво он сразу скрывает все поры. Вообще вот они как будто сразу исчезают с лица. Спонж тоже не подчеркивает вообще никакие шелушения, никакие морщинки. Очень красиво эта тональная основа. Вот спонжем ложится идеально просто. И вот на лбу у меня сейчас довольно много всякого покраснения от каких-то или прыщиков, или еще чего-то. И вот этот цвет, и вообще, в принципе, покрытие этой тональной основы с этим отлично справляется. Они цвет хорошо их нейтрализуют, а покрытия достаточно для того, чтобы даже не пользоваться консилером. Ну вот, собственно, как-то так. Тональную основу я полностью нанесла. Еще осталось, ну, до идеального прям покрытия можно немножко еще консилером поработать. Но, в принципе, вот в обычной жизни я бы, наверное, уже оставила так, как есть. Даже если какие-то недостатки немножко просвечиваются, то я это больше люблю, потому что это создает все-таки такой более натуральный эффект, когда кожа прям вообще вылизано вот так вот до идеала. То это намного больше бросается в глаза, чем если какие-то там мелкие недостатки где-нибудь там чуть-чуть просвечиваются. Но мне кажется, что тональная основа вот именно вот таким вот нанесением лежит очень классно. И что хочу сказать в завершение, так это то, что тональная основа действительно матовая. Она очень хорошо подойдет для тех, у кого нормальная кожа или жирная кожа. На жирной коже, мне кажется, она тоже будет очень хорошо лежать, потому что она будет работать вместе с вашим кожным салом и при этом будет выглядеть очень красиво, естественно и немножко может быть сияющей, но не жирной. Если у вас нормальная кожа, как у меня, она лежит довольно матовым таким вот слоем. На протяжении дня становится немножко, немножко более такой вот сияющей. Но опять-таки вот жирной пленки никогда не замечалась тональной основой. Стойкость у нее потрясающая, целый день она держится без каких-либо проблем, нигде она не сползает, нигде не стирается, ничего с ней такого не происходит. На камере она тоже довольно неплохо выглядит. На фото она выглядит просто вот как фотошоп. Я сколько фотографий с ней не делала, вот мне даже ретушировать лицо вообще нигде не надо. Такое впечатление, что оно уже где-то, где-то там было в фотошопе отретушировано, потому что вот именно на фотографиях, я не знаю, как она это делает, но она это делает. Выглядит вот прям идеально вообще лицо. Что еще в принципе могу сказать? На каждый день тоже отличный выбор, потому что опять-таки хочу сказать, что компания Tarte это компания, которая использует как можно меньше всяких таких вот злостных ингредиентов, которые плохо, агрессивно воздействуют на вашу кожу. Поэтому если вы хотите пользоваться тональными основами прям вот каждый день и вам нужно это, то вот это вполне неплохой выбор, потому что она и перекрывает классно, и в то же время скорее всего не будет вызывать у вас какие-то там дополнительные прыщики или аллергии, или раздражения, или там, ну, бог знает что, много есть вариантов. У меня, по крайней мере, с маркой Tarte в плане вообще любых средств для лица никогда не было никаких проблем в плане того, что она что-то там добавляет какой-то газости мне на лицо. В общем, да. Что касается сухой кожи, то я бы, наверное, не советовала, потому что вот на моей нормальной коже я ее ощущаю, не то чтобы она стягивает кожу, вот как матовая, наверное, основа, но я немножко все-таки ощущаю ее присутствие на лице, то есть я немножко, вот совсем чуть-чуть вот эту стянутость все-таки я чувствую на лице. Если кожа будет еще более сухая, то это будет уже неприятное чувство, поэтому если сухая кожа, я вам крайне не советую, или если вы все-таки ее уже купили вдруг, то очень плотный такой вот наносите питающий крем, тогда, возможно, все будет нормально. Но идеальный выбор, это, конечно, нормальная и комбинированная кожа. Для такого типа кожи это будет идеальная тональная основа. Но опять-таки, если вы будете наносить спонжем, я была просто в шоке, насколько большая разница в нанесении, потому что кистью это был ужас на самом деле, чтобы не сказать по-другому. А вот спонжем очень-очень все классно лежит, поэтому заключительное мое слово это наносить только спонжем подходит для нормальной комбинированной кожи, действительно стойкая, с хорошим плотным покрытием, не противно ощущается на коже, немножко с таким вот подсушивающим эффектом, но не сильно, и как-то вот так. Поэтому если у вас, кстати, тоже очень светлая кожа, там есть тона посветлее, поэтому берите посветлее. Вот этот Fairly Light Neutral, он уже такой вот, ну, вы видите, какой он на лице, тоже не оксидируется на лице эта тональная основа на протяжении дня, то есть как она сейчас есть, так она и будет до конца дня. В общем-то, да, на этом, наверное, буду заканчивать. Если у вас остались какие-то вопросы еще, то обязательно задавайте мне их в комментариях. Кто не знает, где купить тональную основу, я оставлю ссылку внизу. Всегда можно такие бренды покупать через Simpsons, если вы сами не знаете, как заказывать в США. В общем-то, буду ждать ваших комментариев. Ставьте палец вверх, если вам понравилось это видео. И до встречи в следующих моих видео. Пока!